16 тысяч маленьких норок живут здесь, в Большереченском зверохозяйстве. У каждой свободный вольер по нормам Санпина и многоразовое питание, как положено хищникам. Восемь пород норки, каждая уникальна, различаются цветом шкурки, длиной и густотой шерсти. Виктор Винтер уже 53 года занимается разведением пушных зверьков. Когда-то стадо не превышало и тысячи голов. Мы всегда занимались только разведением норки. Благодаря поддержке Минсельхоза Иркутской области мы вошли в проект развития звероводства. Благополучно этот проект освоили. И вот сейчас увеличили поголовье. В 2011 году по инвестпроекту в зверохозяйство завезли поголовье соболя. Благодаря селекции и правильному уходу за 8 лет удалось увеличить стадо в несколько раз. Ежегодно государство поддерживает предприятия. В 2018 году объём финансирования из бюджета региона составил порядка 13 миллионов. А в этом уже больше 15,5. В этот раз в Якутию отправили 300 зверьков, 250 самок и 50 самцов. Соболей купили именно в Иркутской области, потому что наш сибирский климат схож с якутским. И зверькам не придётся долго адаптироваться в новых условиях. Обычно зверофермы продают щенков тут. А вот Виктор Робертович пошёл на встречу и продал таких взрослых, двух-трёх годовалых. Это очень хороший момент такой. Потому что щенки, да, половозрелые у них сейчас через три года. И нам надо ждать, если щенков купили бы, да, то три года ждали бы. А сейчас мы с некоторыми уже будем с следующего года работать. Кстати, часть самок уже в ожидании потомства. Так что весной в якутском питомнике появятся первые щенки. Перевозят зверьков в специальных домиках с двойным дном, куда и будет поступать воздух. Зимой такая поездка менее сложная. Для транспортировки важно всё. Кормёжка несколько раз в день, свежая вода, комфортные условия. В пути соболята будут четыре дня. Мадина Халикова, Евгений Шарыпов. Новости. Сейчас.